Добрый, добрый, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, слава Богу, пятница на дворе. Хороший день, хорошая погода. Конец недели близко в выходные. Ну и, несмотря на это, рабочий день пока еще продолжается. Сегодня мы в эфире традиционно в конце недели будем с вами подводить итоги этой самой уходящей недели. Итак, тема программы финансовые итоги недели. В гостях сегодня Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований сионной группы Универ Капитал. Добрый день, Дим. Добрый. И в гостях Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Добрый день, Михаил. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Как всегда, в общем, это все я повторяю. Ну и сразу же картина маслом. 15.05 в Москве, что происходит, происходило, ну и будет происходить. Все выглядит достаточно оптимистично. Начнем со вчерашнего закрытия. СИП прибавил 0,8% доу-джонс и NASDAQ процент в плюсе. Азия сегодня торгуется тоже позитивно. Ну, как минимум, Nikkei 2,2% в плюсе. Шанхай, правда, минус 0,4%. Европа тоже в плюсе 0,2%. Наши прибавляют скромненько, а точнее уже пошли под воду. Вот полчаса назад все было лучше гораздо. Итак, РТС, да, все, да, в моменте все меняется, смотрите. РТС 0,1% и уже минус 0,07% индекс ММВБ. Да, да, Миша. Значит, рубль, собственно, в узком диапазоне сегодня он вновь продолжает потихонечку слабеть против доллара. А, кстати, на сырье я смотрю, нефть марки Brent 110,5, нефть Light Sweet 105,10, ну, то есть подрастает даже она. Золото 1373, евро-доллар, в общем, 1,3350 практически без изменений с вчерашнего дня, там, узкий диапазон, ну, 1,34 готовится штурмовать в очередной раз, можно. И набор голубых фишек, ну, разно направлен, что наверняка логично. Среди лидеров РОСТ Аэрофлот 1,3%, Норникель 0,5%, Луколь 0,3%, Роснефть 0,6% и в минусе ВТБ на 0,2%, Сбербанк столько же и 0,4% Газпром. Ну, в общем, туда-сюда, шатает нас туда-сюда, да, Дима? Ладно, итак, давайте начнем, значит, финансовые итоги недели. Ну, опять, с точки зрения важных событий, которые в уходящие 7-5 рабочих дней нам с вами запомнились к сердцу близко, мы их принимали, Димка. Что ты принимал близко к сердцу на этой неделе? Ну, на самом деле, наверное, так, чтобы очень близко к сердцу, почти и ничего, хотя самые основные ожидания были связаны, наверное, с Джексон Холлом, но, к счастью ли, к сожалению ли, ничего, ничего знакового нет, все фактически в рамках того, что уже ожидают последние полгода. Да, да. Мы отреагировали довольно хорошо. Это дает какой-то шанс на то, что мы не увидим сильного коррекционного движения, например, в сентябре, в сентябре, в октябре, все-таки будет основной тренд, грубо говоря, даже шире, да, не столько в сентябре, в октябре, что сворачивание КУЕ не будет восприниматься как просто однозначно, там, конец, наконец-то конец эпохи дешевых денег, и будет восприниматься примерно как оно и воспринималось, скажем, в конце 2003-2004 году, да, когда был постоянный рост ставки, сейчас сокращение КУЕ, это аналог роста ставки, и при этом рынок активно рос, экономика росла, и фактически до 2006 года никаких негативных сигналов в экономике США, например, не было вообще на растущей ставке и растущем рынке. Вот это такой позитив, который сейчас пока в ожиданиях, но это не то, чтобы запомнилось, это просто очень хорошо порадовало, что все-таки на положительном фоне, именно на фоне восстановления экономики может начаться сворачивание КУЕ, именно как просто причина будет восприниматься, что оно излишне стало, не просто как слова того, что оно излишне, а то, что оно действительно может быть уже не столь нужным. Угу, я понял. Миш, вот Дима вспомнил, да, о позитивной статистике из еврозоны, сюда же я еще добавил выступление главы, выступление министра финансов Германии, который даже фразу бросил такую, что ЕЦБ может и ставку-то повысить в ближайшее какое-то время, да, действительно там все так хорошо, на твой взгляд, в Европе, да вдруг, неожиданно. Ну, я думаю, речь о повышении ставки там, конечно, сейчас идти не будет. Это заявление было сделано в том контексте, чтобы немцы, они любят, в общем-то, несколько охладить, охладить мега оптимистичные, мега такие мягкие настроения по поводу денежных кредит и политики. И сделано оно было в контексте в том, что вы не думайте, что если мы там, Драги, соответственно, то, что озвучивал, что мы там обещаем низкие ставки, там, неизменные ставки, это не значит, что мы в какой-то момент там... И поднять их не сможем. И поднять их не сможем, да, все будет зависеть, в общем-то, от экономической ситуации. Вот. Если говорить о Европе, безусловно, последние, начиная где-то с мая, PMI развернулись. Май, юнь, июль, сейчас уже предварительно за август, причем развернулись достаточно быстро, особенно, что касается даже проблемных стран. Вот. Развернулись они как в секторе услуг, так и в промышленном секторе. Поэтому, безусловно, к концу этого года мы будем видеть некоторые положительные движения в европейской экономике, последнем в четвертом квартале. Но даже с учетом всех этих факторов, даже с учетом все, что мы или по PMI, и данных по ВВП, допустим, Германии за второй квартал, где рост там 0,7-х, те же немцы, они сами официально, сколько я помню, уже даже в виде эту статистику, говорили о том, что по итогам года там рост ВВП Германии там составит 0,6-0,7 максимум, да. То есть это все равно немного. Во Франции будет еще меньше. Испания с Италией год закончат там больше процентов в минусе. Вот. Поэтому, безусловно, европейская экономика стабилизируется. Основной рост, если говорить прямо о росте, я думаю, он будет только в 2014 году. Пока можно говорить о том, что есть стабилизация, есть рост активности относительно предыдущих периодов, безусловно, относительно первого полугодия, дела будут во втором полугодии обстоять намного лучше. Вот. И это, в общем, как бы, соответственно, рынки учитывают. В принципе, судя по тому, что тема с КУИ на рынке уже несколько месяцев, и на этом фоне евро-доллар мы видим только на локальных максимумах, это, в общем-то, говорит о том, что рынок уже к этому готовится уже, как бы, несколько месяцев. Иначе бы евро-доллар был ниже отметки 1.30, как бы, легко. Угу. Вот. Если говорить об этой неделе, я бы отметил еще два события важных. Первое событие, оно макроэкономическое, а второе, с точки зрения, там, рыночных, да, рыночных движений в мире. Первое, это то, что второй месяц мы пока, вот, то, что начинается статистика по китайской экономике, мы видим там стабилизацию. Вчера утром вышел предварительный данный от HSBC по промсектору, соответственно, мало, среди малых и средних компаний в районе 50 пунктов. До этого он был в районе 47-48. Соответственно, прошлый месяц была статистика первая, которая сказала, что подождите, не надо сейчас совсем какие-то... Торопиться не надо. Темные прогнозы делать по китайской экономике, соответственно, но этот один месяц обычно люди не всегда всерьез воспринимают, нужно подтверждение. Пока вот один из индикаторов, если в таком русле в ближайшие две недели по Китаю мы данные получим, то идея там чрезмерного, соответственно, замедления в Китае, она несколько приугаснет. И это, в общем-то, на всем скажется, да, на всем, на металлах и, соответственно, на всех рынках, которые ориентированы на китайскую экономику и зависят от нее, там, прежде всего, австралийская, австралийский доллар, сразу же будут движения, да, и так далее. Вот, поэтому, то есть, пока, если в таком русле мы получим в ближайшие две недели по Китаю статистику, то речь о том, что в этом году будет рост там ниже 7%, то, чего рынок боялся, то, что рынок пытался заложить, когда продавал там никель, медь, этого, наверное, не случится. Вот, то есть, это, наверное, такой позитивный, такой среднесрочный риск, который может как бы отсрочиться, если подтверждение будет уже остальными индикаторами по Китаю, которые в ближайшие пару недель будут опубликованы. И второе, это, конечно, очень такая вот интенсификация вот этих оттоков с азиатских стран, распродажи, вот это, конечно, очень без новостей, без всего, то есть, сейчас вот очень тонкий момент на рынке понять, когда вот тема с Куи, насколько долго она будет влиять, насколько долго будут вытаскивать деньги, соответственно, развивающихся рынков, когда этот процесс начнет затухать. И вот эта неделя, она, в общем, такая достаточно резкая была, потому что очень сильно дешевели валюты, особенно азиатские, индийская рупия, просто индийская рупия, тайландский бат, в общем, все можно перечислять. Это связано с ожиданиями сворачивания? Других объяснений нет, во-первых, ожидания сворачивания, во-вторых, ну, можно, наверное, позже поговорить. Да, мы сейчас прервемся, потом продолжим новости на Финам. Итак, продолжим, продолжим наш эфир, сухой остаток на Финам. Я Олег Дмитриев, в студии сегодня Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований сциональной группы Универ Капитал и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Мы подводим финансовые итоги недели, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну, межпродолжим, собственно, два ключевых события ты отметил, связаны с Китаем, связаны с распродажей на азиатских рынках. Дима предложил причину за эфиром, да, ретроградный Меркурий на все это повлиял. И все же, да, события вот эти в Индии, в Индонезии, на Востоке, это ожидание, да, то есть народ выдергивает деньги просто оттуда. Правильно понимаете? Да, ну, во-первых, то есть первое, я бы даже на самом деле сейчас сомневаюсь, первая ли это причина, но публично, судя по объяснениям Бумберга и Рейтерс, это первая причина, это Федрезерв, да, соответственно, ожидание. Хотя пока что речь идет о сворачивании, может быть, на 15 миллиардов долларов, все равно порядка 65 будет вливаться. Если то, что люди несколько забыли, что еще у нас японский центральный банк несколько десятков миллиардов вливает и еще до следующего года этим будет заниматься, то, в общем-то, на самом деле не все так плохо. Деньги будут. Кризиса ликвидности нету. Деньги будут. Вот. А проблема еще усугубляется тем, что просто несколько другая диспозиция сейчас в мире складывается, и вот это, на мой взгляд, даже более, как бы, страшнее, чем, как бы, тема, там, что Федрезерв сократит на 15 миллиардов. А что за диспозиция? А что, вот, допустим, смотрите, там, американская экономика растет там полтора-два процента. Российская экономика в этом году... Не отстоит. Может расти тоже процента два, а может быть и меньше, а может быть чуть-чуть больше. Бразильская экономика в этом году тоже растет порядка двух процентов. Распродажи в Индонезии и в Таиланде с конца прошлой недели были вызваны тем, что по одной из стран был опубликован плохой текущий счет, по другой стране там несколько худшее ВВП. И, соответственно, тоже речь идет о том, что в том регионе экономики, которые росли там 6-7, сейчас уже там 5-6, а может быть и меньше в годовом исчислении там. А в одной из стран там квартал-квартал вообще ноль динамика. То есть проблема заключается в том, что с учетом рисков инвестирования всяких институциональных в emerging markets, если раньше люди на это шли с охоткой, потому что они понимали там, что российская экономика растет 5-6 процентов, бразильская экономика растет по разным 5, а там развитые экономики растут совсем намного меньше, и я могу этот риск на себя взять. Вот сейчас проблема в том, что, в общем, такого нету. И инвесторы уже выбирают, а зачем мне направлять свои деньги большие в какой-то более рисковый актив, который не имеет такого органического роста, как в более защищенной в Америке. В Европе сейчас можно поискать там отдельные бумаги, которые за последние 2 года, в общем-то, еще так и не отросли, да, с учетом того, что экономика выйдет из рецессии, в 2014 году будет какой-то рост все-таки, да, тоже можно там что-нибудь найти. Ну, то есть там есть, в Европе есть эффект низкой базы, да, то есть там можно искать бумаги, которые подешевели за последний, за период активной стадии долгового кризиса, да, и с точки зрения value, может быть, сейчас будут интересны, так как спад там сейчас идет на убыль и сменится неким ростом там в следующем году. Вот, в США, соответственно, в принципе, тоже там 14-й год пока видится получше даже, чем 13-й, потому что там не будет такого влияния там фискального сжатия, как было в этом году, в начале года по ряду там налогов. Соответственно, экономика есть органические, естественные источники роста экономики, которые как бы сами по себе, то есть там есть внутренние факторы, да, даже не экспортные. Вот, поэтому вот люди это все видят и, в общем-то, думают, что делать-то, зачем нам сидеть в маржин-маггерс? Да, 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 инвесторский взгляд смещается, он говорит, что рисковый рынок, риск тот же, да, а доходности гораздо меньше, поэтому они мне больше не интересны. Вот, предугадать, как бы, насколько, как бы, сейчас он уже сместился достаточно или нет, это, в общем, тяжело сейчас сказать, сейчас мы в какой-то такой вот полустадии, мне кажется. Какие-то деньги уже выведены, что-то прошло, но сказать с уверенностью, что это все, сейчас, наверное, как бы, ну, можно угадать. Угадать можно, но оправданно сказать сейчас аргументов каких-то нет. Я понял. Эффект низкой базы, вот эта тема достаточно интересная и, кстати, если говорить об этом эффекте, то российский рынок тоже может, да, быть привлекательным с этой точки зрения. Ну, как мы многократно говорили, многие бумаги настолько дешевые, что уже просто неприлично. Тут, собственно, основные сектора это металлургия и электроэнергетика, и там абсолютно на идеях даже долгоиграющих, ну, вот УГК-2, например, да, переход на единую акцию с Газпромэнергохолдингом в перспективе не ранее 15-го года уж никак, но, тем не менее, мы видим там последние несколько месяцев рост там процентов на 25, да, то же самое НЛМК, да, и видим, как реагируют эти бумаги, ну, прежде всего металлургия, на позитивную статистику, как только начинается позитивная статистика из, в частности, из Китая и по Соединенным Штатам. Проблема здесь действительно в том, что мы можем быть свидетелями сейчас разворот, ну, не то, что разворот, а перехода к ситуации, когда будет более равномерный рост по миру между экономиками, хотя, например, Соединенные Штаты, если мы посмотрим темпы роста, да, ведь они очень здорово отскочили после падения там на 3 с лишним процента в 2009 году, они хорошо отскочили, но теперь их темпы роста, в принципе, так, если проводить коридорчик, 4 года — это замедление, замедление темпов роста. Последний, ну, вот, грубо говоря, по 12-му выше, чем 11-й, но, тем не менее, это все равно пока что замедление темпов. Если этот год будет там выше, чем 2,5, тогда это однозначно будет говорить о переломе, и это может привести просто к тому, что нельзя будет говорить о БРИК, и даже о БРИКС, наверное, да, или, может быть, о, там, Южная Африка, может быть, и останется, и, наоборот, в нее будет релокация, да, основных денежных потоков. Но о БРИК, конечно, говорить будет уже, к сожалению, нельзя, и главное, что это угроза для национальных валют этих стран, ну, кроме, кроме Юаня, наверное, связанная с тем, что мы будем выглядеть долгосрочный, плавный, очень без каких-то там разовых оттоков, плавный просто вывод средств. Грубо говоря, как до кризиса рубль долгое время укреплялся на сильном росте сырья, сейчас фактически по нефти, да, то, на что действительно рубль серьезно реагирует, мы вряд ли можем видеть сильное ее ослабление, я считаю, что это не будет. Точно так же маловероятно ее удвоение, да, как это было там с 2004 по 2005, с 2005 по 2006 и так далее. А на металлах просто так рубль поднять будет сложно. Соответственно, просто будет ситуация, когда валюты будут медленно сползать. Ну, и это будет совершенно по понятным причинам поддерживаемо и местными центральными банками. Если будут какие-то более быстрые оттоки, может быть, будет и угроза даже подъема ставок. По крайней мере, это не обязательно ставки рефинансирования, да, могут быть другие ставки. Вот. Это действительно проблема. Другое дело, что, например, если вернуться там более к короткому горизонту, поговорить о ликвидности, там рублевой, например, ликвидности, о банковском секторе российском, то здесь все равно есть определенные угрозы. И, с одной стороны, автоматически ретранслируются риски того, что сворачивание КУЕС сокращение ликвидности. И что бы там ни было, все равно для банков это негатив. В головах, прежде всего, инвесторов. А второе, то, что сам по себе сектор, во-первых, под угрозой торможения кредитований. Ну, мы видим торможение кредитований, видим торможение розничных продаж. Потому что, соответственно, за счет чего расти? Компании не берут на инвестирование в восстановление, расширение основных средств. То есть, инвестиции, в принципе, замедляются. Хотя, вот были неплохие данные по июле, но тем не менее. А значит, это риск того, что будут заведомо падать темпы роста банковской отрасли. Может быть, даже риски, фактически, перехода к стагнации. Это заведомо падение чистой процентной маржи. Сразу. А дальше это автоматически сюда добавляется, скажем, та проблема, которая видна, ну, больше на, скажем, на рынке РИПО. РИПО с ЦБ, да. В принципе, база не выбрана, даже наполовину, да, по РИПО с ЦБ, по залогам. А при этом объемы РИПО не растут. И это фактически указывает на то, что участие банков. А при этом растут иные. Например, по валютным свопам растет объем сделок. Соответственно, у каких-то банков заведомо нечем уже обеспечить РИПО, но при этом есть потребность в ликвидности. То есть, грубо говоря, расслоение. А это значит, что могут быть определенные в случае неблагоприятного сценария, в том числе, может быть, и на валютном рынке, и на фондовом рынке, могут быть определенные и просто в экономике. Могут и будут заведомо проблемы с исполнением обязательств. То есть, соответственно, это просто, это не угроза банковскому сектору никакая. Потому что у крупняка заведомо все нормально, исходя вот из этой картины. Но это значит, что будут опять-таки либо слияния, либо просто отзывы лицентитута. Значит, это падение привлекательности. Да, почистит, почистит несколько, да, опять рынок банковский. Банковский сектор почистит. Кстати, логично, да, что вот эти риски изменения QE3, они прежде всего на банковский секторе. Ну, естественно. И просто проблема в том, что, вот Михаил это сказал, это проблема изменения, да, ситуации, она не квартальная, она не годовая. Она может просто быть, ну, условно говоря, в новом цикле, да, производственном ли, финансовом ли. То есть, это несколько лет минимум. Может быть, вот такая картина. Естественно, это снижает постоянное ослабление нацвалюты, будет снижать, в принципе, привлекательность инвестиций, потому что оно не приводит однозначно к росту экономики, опережающему по сравнению с другими, да, с теми, для которых там родная валюта инвесторов будет базовой. То есть, круговоря, если мы растем так же, как Америка, да. То есть, это не то, что в Японии произошло. Ослабили иену, а индекс вырос в два раза сильнее, чем иена ослабилась. — Кстати, вот Миша вспомнил, да, то, что сейчас с индийской рупией творится, в частности, да, с индонезийской. Это начало пути уже, да, Миша? — Я надеюсь, что это еще все-таки не начало такого прям очень быстрого пути, потому что здесь заведомо может быть еще дополнительная угроза пересмотра рейтингов суверенных. В силу того, что будет быстрое сокращение резервов, мы уже видим это. В России пока, ну, там, условно по 100 миллионов, это можно очень долго, там, несколько лет, как минимум, спокойно может себе провести интервенции, да. А вот если будет более активный, то заведомо будет по всем этим странам, с учетом торможения темпов роста, сокращение резервов, да. И если при этом не будет, а, скорее всего, не будет снижения стоимости фондирования на рынке госдолга, то это однозначный повод, ну, как минимум, либо для пересмотра прогнозов, либо для понижения рейтингов самих суверенных. Соответственно, это еще и для этих стран рост спредов, более дорогие деньги, и это дополнительно будет усиливать уход денег в Европу или США. — Я понял. — Хорошо, спасибо. Значит, еще раз новости слушаем, дальше продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Мы подводим сегодня, как всегда, в конце недели, в пятницу, финансовые итоги недели, сухой остаток на Финам.ФМ. У меня в гостях Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ Капитал» и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Я напомню для вас, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, продолжим, продолжим. Хорошая у нас такая программа аналитическая сегодня. Как Дима сказал, какую-то в пятницу чернуху мы рисуем. Ну мы правду же, мы правду говорим, ничего не придумываем. — Ну в любом случае, пусть лучше реальность окажется гораздо лучше, чем ожидание. Чем будет наоборот. — Ну да ладно, давайте более пристально посмотрим на российскую действительность. Ну давайте начнем опять с текущей динамики на валютном рынке. Миша, что-то добавишь, в принципе, или все понятно более-менее, да? Как бы сторонние факторы оказывают влияние. Рубль более-менее там высокие цены на нефть поддерживают, но надеяться не на что. — Ну пока рубль эта неделя, то есть несмотря на то, что мы находимся на уровне 38 по корзине, и там локальных максимумах по евро-рублю, допустим, да? Чуть-чуть отошли вчера только. Вот. Всем при этом, на самом деле, то есть можно констатировать, что мы там за последнюю неделю-две по рублю, и что касается сектора длинных бумаг ОФЗ, смотримся намного-намного лучше, чем ряд других развивающихся рынков, потому что за прошедшую, например, неделю валюты там падали в ряде стран к доллару или к евро там на процент-два за день. Для понимания, что такое процент по валюте, если это что такое по рублю, это копеек по 30 в день хотя бы, и это там продолжалось не один день. Вот. Поэтому даже при всем при этом, с учетом того, что валютная корзина на этой неделе достигла своего локального максимума вчера, 38-24, по-моему, вот. При всем при этом можно говорить о том, что рубль пока держится. Сектор ОФЗ тоже самое могу сказать, потому что десятилетние бумаги, допустим, Турции, там, Бразилии, ряда других, там, индийские бумаги, да, они вместе со своими валютами теряли в день по одну-две фигуры, а то и больше в день. У нас на ОФЗ тоже такого не было, мы упали, там, больше фигуры потеряла, десятилетняя бумага, вот, сейчас она торгуется по 96, там, начале недели она по 98, ну, две фигуры за неделю, а там в день такие движения были. Вот. Поэтому я могу, можно сейчас пока только порадоваться, да, что все, что эта неделя так закончилась, как она закончилась. То есть, единственное объяснение всему этому я могу только привести только про нефть. Только цену нефти. Потому что больше у меня никаких зацепок нет, почему мы лучше других. Да, да, да. И поэтому дальше сценария два, то есть, мы остаемся, как бы, более сильным рынком, нефть не падает, и когда вот этот трэш начнет иссякать, рубль тоже будет, как валюта, которая пережила, соответственно, вот эти потрясения, она будет, как бы, достаточно сильно смотреться. Либо второй плохой сценарий, он реализуется, если люди сейчас увидят какое-то движение по нефти сильное вниз, то мы, в общем, быстренько всех догоним. Всех догоним, а то и перегоним. Да. Поэтому вот пока нефть держится, если говорить о том, есть ли сейчас предпосылки, там, для обвалу цен на нефть, кроме спекулятивной составляющей. Спекулятивная составляющая, там, безусловно, сейчас очень высокая, там, данные по CFTC, там, позиции спекулятивно очень высокие сейчас. И в бренде, то есть люди, как бы, набрались вроде бы уже, то есть спекулятивно, как бы, может, какая-то попытка, там, закрытия каких-то своих прибыльных позиций, потому что нефть растет. Но с точки зрения событийного фона, я не вижу никаких вот сейчас в моменте факторов, потому что индикаторы деловой активности по всем крупнейшим развитым регионам выходят высокие. По Китаю тоже мы видели данные, которые не в пользу какого-то трэш-сценария пока что, да. И, соответственно, на Ближнем Востоке напряженность как была, так и остается. Поэтому, то есть говорить о том, что есть сейчас основания говорить, что, допустим, в понедельник, вторник нефть обвалится, там, на 100 долларов и ниже, ну, у меня их пока нет, кроме как какой-то спекулятивной, может быть, там, коррекция, да, там, один-два доллара, но это на нас сильно не должно повлиять. Вот, поэтому я надеюсь, что, безусловно, рубль не пойдет против других товарных валют, если они будут дальше дешеветь. Вот, но пока мы имеем такую конъюнктуру на рынке нефти, в общем, я не жду какого-то там серьезного ослабления рубля с текущего уровня. Я понял, Миша. Дим, по поводу нефти еще раз, да, ты, собственно, мысль-то свою высказал уже, но действительно, вот если набрать таких традиционных факторов, которые могут, там, ее туда-сюда гонять, ну, нет, да, я с Мишей согласен, нет? Нет, нет, на коротке, то есть до зимы нет никаких таких факторов, ни с точки зрения того, что были бы избыточные объемы запасов где-то, да, в основных центрах потребления, ни с точки зрения того, что где-то сильно падал спрос, в общем-то, более-менее хорошие даже данные по промпроизводству, вода всюду выходит, поэтому стимулов для того, чтобы даже спекулировать в сторону снижения особо нет. Вот если бы она сначала задралась там на 115, да, куда-то, на фоне какого-нибудь несущественного, может быть, там, негатива с Ближнего Востока, тогда да, оттуда могла бы пойти волна, которая протолкнула бы там на 103, да, после этого уже. Но сейчас нет, могут появиться эти факторы, опять же, ближе к ноябрю, когда будут выборы в Германии, и, собственно, уже по результатам, да, чисто исходя из представлений рынка о том, какая будет регуляторная политика нового руководства Германии. Но ранее того нет, то есть, по крайней мере, сейчас-таки факторы не видны. А по поводу нового-то слова хорошее, ну, оно может быть новое и старое. Да, конечно, конечно, в том-то и дело. А, кстати, вот если действительно так, новое старое, да, правительство Германии, оно политику-то наверняка не изменит. Не изменит, нет. Собственно, то же самое все и будет. Потому что, грубо говоря, не стоят какие-то такие ключевые проблемы, которые были год назад, да, ни по Греции, ни по Испании, ни почему. Нет такой остроты, которая заставила бы что-то резко пересмотреть. То есть на сегодня удалось все-таки решить проблему спекуляций на госдолги проблемных стран Европы. Соответственно, нет раскачки, есть слишком большой объем средств на баланс ЕСМ. И глядя на то, как размещается ЕСМ на рынке госдолга, фактически он там размещается, да, хороший спрос, хорошие ставки, то есть рынок уверен. А поскольку объем набран очень большой, то просто так вот в тупую пытаться опять раскачать лодку, поднять доходность, чтобы потом заработать на выкупах, это довольно сложно. Не пойдут без каких-то серьезных поводов. То есть, грубо говоря, если сохраняется команда в Германии, то сохраняется и стартовского на рынке европейского госдолга. Я понял. Хорошо. Ну а что с Россией-то? Ну с фондовым рынком как минимум, потому что вот все, о чем мы сегодня говорили, если, опять-таки, да, сценарии позитивные реализуются, все за рост на российском рынке. Фактически да. Фактически, если особенно то, что Михаил в начале нашей передачи еще говорил, реализуется по Китаю, тогда это однозначно очень хороший повод для сильного выноса всех металлургов. Очень сильного. Потому что рынок покупать готов. Селзы готовы продавать явно, по крайней мере, читая то, что приходит по рынку акций вот крупных домов, крупных коллег, там явно пошла такая тенденция просто видна на увеличение упоминаемости в позитивном ключе металлургического сектора. Вот, собственно, все. На самом деле, это, я думаю, что будет основная идея. Идея очень успешная, которая заведомо отыграет там объемы не так высоки, а спрос, очевидность потенциала роста, причем кратно, вот, грубо говоря, вырасти в два раза, но позитивные статистики до конца года, да, конечно же, можно. Конечно же, можно. И еще при этом останется потенциал роста в три раза. Ну, да, учитывая, что сколько отпадали, да? Да, да, фактически с февраля 2011 года линейное падение практически по всем бумагам. Еще и в этом марте сильно ускорившееся, поэтому... Миш, ты тоже позитивно смотришь на российский рынок, вот, если все оптимистичные сценарии реализуются? Ну, я, так скажем, естественно, та обстановка, которая в развитых экономиках складывается до конца года, она неплохая, да, с учетом некоторой стабилизации в Китае, она должна поддержать наш рынок, потому что у нас высокий вес там нефтяных компаний, которые стоят, не сказать, что дешево, да. На самом деле, кстати, если построить сейчас цену на нефть в рублях, то она вообще на своих локальных максимумах, то есть для нас в рублях сейчас цена такая же, как она когда-то была, 120 долларов, но рубль был там 30-30. И, то есть, с этой точки зрения, тем более, в общем-то, вроде как, ждать какого-то дальнейшего провала, там, акций нефтяных компаний, да, соответственно... Не приходит. При остановке движения цен на металлы промышленные, то и металлургические компании вроде как не нужно. Но вот сейчас пока вот есть момент, то, о чем мы в большей части передачи обсуждали, есть такой вот вывод денег, да, когда такая более глобальная идея, то есть не идея как бы value бумаг, что они там дешево стоят, а просто идея некоторых фондов, да, что они просто уходят с этого рынка из-за того, что в целом не видят там какой-то большой перспективы. И, в общем, успех и те позитивные изменения на нашем рынке, которые до конца года, если произойдут, на мой взгляд, вот они зависят от этого процесса. То есть то, что я сказал, вот часть денег выведена, что-то продано. С начала года у нас по IPFR, допустим, с России там выведено более двух миллиардов, по-моему, уже. Вот, но сказать, что точно это там завтра закончится, я пока не знаю. Вот это вот проблема, потому что с учетом отсутствия падения цен на нефть, и если мы говорим о сценарии, что цены на металлы тоже на каком-то сейчас локальном дне, то, конечно, наверное, акции нашего сырьевого сектора, в общем, в принципе, до конца года могли бы неплохо себя показать. Но, я думаю, это произойдет только вот в случае, если вот этот вот флоу, он как-то иссякнет вот этот вот, как бы. Я понял. Хорошо. Ну, еще две минутки, Дим. Кроме сектора сырьевого, кроме металлургов отечественных, я имею в виду, что может быть интересно действительно до конца года, с учетом опять позитивных, так сказать, надежд на лучшее? Ну, здесь, наверное, стоит все-таки сохранять позиции в электроэнергетике, потому что, ну, опять же, в стороне не останется, а там просто такие разовые, разовые заходы, просто увеличение доли, доли бумаг в портфеле, они будут просто приводить автоматически из-за низких объемов низких цен к очень хорошим подъемам. А вот отдельная тема, это, наверное, индивидендные бумаги, как раз вот сентябрь, да, время начала формирования портфелей, в принципе, может быть, туда в этом году стоит уже и даже «Газпромнефть» добавлять, потому что, во-первых, и уровни хорошие еще пока, да, хотя она уже на 20% выросла от минимумов этого года, но, тем не менее, вот начинать это делать можно уже и сейчас. Просто не сильно. Мне кажется, что, в принципе, сохраняется, особенно если по технике смотреть, сохраняется возможность повторения сентябрьско-октябрьского негатива на внешних рынках, соответственно, это будет сопровождаться дополнительным оттоком по рублю, это просто будет хорошее время для входа, это не время для все уже, panic sale, это время как раз наоборот будет для входа. Поэтому, вот, наверное, постепенно дивидендные бумаги и еще плюс к металлургам электроэнергетика. Хорошо, хорошо, значит, у нас осталось немножко времени. Я напомню, уважаемые слушатели, мы подводим сегодня финансовые итоги недели. В гостях у меня Дмитрий Александров, Михаил Гонопольский. Сейчас традиционно прервемся мы с вами на новости, ну, а потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя часть у нас осталась 12 минуточек. Подводим финансовые итоги недели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Еще раз с уважением моих гостей. Я представляю Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований финансационной группы Универ Капитал и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Я, ну, наверное, это касаемо, да, того разговора, который мы за эфиром ввели. И, тем не менее, поймал себя на мысль, мы никогда с вами товарный рынок почему-то не обсуждаем. Софт Камодис и Харт тоже, да? Ну как, мы уже коснулись металлов сейчас, да, поэтому можно сказать, что обсуждали. Причем обратите внимание, какая была интересная реакция на позитивные данные из Китая на прошлой неделе, да, реагировало все примерно одинаковое. Золото, сталь, да, ну, понятное дело, да, никель, медь. И, в принципе, там с июня, с июля даже, наверное, середины вот как раз, да, июль, когда более-менее пошел разворот, там по 10%, по 8%, по 10%, там драг металлы побольше, там по 12%, по 15% серебро активно, активнее золота прибавили, да. То есть, вот, еще нельзя говорить, что это там дно, не дно, двойное, тройное, пока нет. Ну, это явно свидетельствует о желании покупать. И любопытно, что одновременно базовые металлы растут вместе с золотом, да, при этом золото опережают. Хотя, если это, извините, восстановление экономики, то, значит, золото должно, как минимум, отставать было бы немного. То есть, это пока еще все-таки несколько другая ситуация. И золото в восприятии, в восприятии инвесторов, это то, что там может ЦБ Китая покупать, то, что могут под ювелирку брать, может восстановиться спрос, платежеспособный спрос, оптимизм в рознице, прежде всего, да, и в Китае, и в Индии. То есть, золото это обычный актив, да? Пока, да, то есть, это незащитная, это незащитная какая-то вещь, незащитная история, это актив, да, который просто будет соответствовать потребительскому спросу, плюс может быть там на возврату ЦБ восточных в большей степени к формированию резервов. Хотя, это только как одна и отнюдь не главная причина. Ну, по крайней мере, из Китая статистика-то была, то, что он увеличил объем закупки золота. Вот, это то, что касается металлов. Ну, я не знаю, насколько вообще будет актуально обсуждать, скажем, софт, да, там, пшеницу, а почем нынче за мешок. О картошке мы говорили тут за эфировой, вот я подумал о том, что мы с вами никогда товары-то, да, по сути, не обсуждаем, ну, в силу того, что, наверное, может, там мало спекулятивной составляющей. Ну, не так просто торговать, хотя формальный доступ есть, вот, пожалуйста, на МВБ фьючерсы есть. Просто не всегда эти фьючерсы отражают то, что происходит в России, например, да, не всегда этим можно захеджировать ситуацию в России напрямую, но, по крайней мере, спекулировать, понимая, понимая, собственно, какой конкретно базовый актив лежит в основе фьючерсов, конечно же, да, можно. В принципе, наверное, как одна из интересных историй на сегодня, это слабый урожай в Китае по пшенице, соответственно, хорошие перспективы по ней, по сахару, но здесь опять надо следить очень плотно, и главное, что изменения происходят слишком быстро, то есть, на самом деле, торговать, скажем, софт коммунитис, торговать кофе или сахаром гораздо опаснее, да, чем фьючерсами на Газпрому или на РТС. Серьезно. Серьезно, гораздо опаснее. Просто, там, грубо говоря, там, вы 10 раз вы заработали, да, и за 15 минут вы просто вернулись к терминалу и поняли, что у вас уже ничего нет, если вы стопы не ставите. Казалось бы, на незначимых новостях, которые значимы для реального поставочного рынка. То есть, к сожалению, здесь вот эта вещь очень специфична, но можно этому отдельную передачу посвятить. Нет, это было бы интересно, конечно, но, кстати... Особенно в разрезе того, чем можно через МВБ торговать, да, через московскую биржу, вернее, потому что, ну, понятное дело, что можно выйти на Чикаго и торговать чем угодно, но если это делать хотя бы в рамках одного квика, да, там, и у кого какая программа торговая, чтобы... А там есть, кстати, такие инструменты? Можно выходить, да, да. Ну, на московской бирже есть, да. Да. При этом есть даже сравнительно ликвидные. И по, там, по нефтепродуктам есть, и по продуктам питания есть. Вполне можно. Ну, видите, как хорошо. Какой широкий инструментарий представляет московская биржа. Миша, а с точки зрения макроэкономии, или событий в мире, вот, да, когда мы говорим о том, что глобальный инвестор смотрит, ну, условно, там, да, на три вещи, на экономику, и как будет вести себя фондовый рынок, как будут вести себя цены на сырье, ну, и валюты, там, обсуждаем. А вот с следующей точки зрения, точнее, в этот ряд можно поставить софткомодис, вот то, о чем сейчас Дима говорил. Ну, условно говоря, опять, да, там, неурожай где-то приводит к падению цен, или, наоборот, к росту цен, да, в данном случае, на пшеницу, там, на какой-то другой продукт питания, и это приводит к глобальным движениям на всех финансовых площадках. Или, все-таки, это весь локальный такой? Ну, это может приводить к движениям на всех финансовых площадках при двух условиях. Первое, это если эти изменения могут спровоцировать тот или иной виток инфляции, либо дефляции, соответственно, это несколько повлияет на прогнозы по политике, там, центральных банков, ряда регионов, соответственно, на все. Ну, это должно быть очень-очень резкое, как бы, изменение, соответственно, цен или ожиданий по ценам. И цен на многие, да, продукты? Да, то есть, как бы, на самом деле, есть, как бы, базовые продовольственные такие, то, что даже, там, пшеницы или, там, зерновые, да, они, в общем-то, влияют, там, на все остальное, потому что они, там, такой вот циклический процесс, он приводит к тому, что он влияет, там, практически на все. Вот. А второй вариант, это если бы у нас на рынке, на рынках акций, я уж не говорю про российский рынок, было очень много продовольственных холдингов, которые бы занимали какие-то существенные веса в фондовых индексах, наверное, конечно, безусловно, они бы вызывали, там, движение, там, в целом, там, по индексу. Ну, и по рынку, в целом, в общем, таких бумаг практически нет, есть, там, разгуляй, там, еще, наверное, по пальцам пересчитать, и компании, там, второго, третьего эшелона. Мало, мало ликвидности, конечно. Вот, они на наш рынок, в целом, ничего, никакого влияния не оказывают, что там происходит, поэтому это пока так стороной проходит. У нас это, безусловно, влияет на инфляционные процессы, потому что вот сейчас важный момент у нас, соответственно, урожай, и будет понятно сейчас, какая будет инфляция по итогам августа-сентября, после урожая, от этого многое зависит, соответственно, с точки зрения денежно-кредитной политики Центрального банка нашего, соответственно, потому что сейчас шансы на то, что инфляция по итогам года уйдет сильно ниже 6%, они несколько уменьшились, на мой взгляд, и справить эту ситуацию... А уменьшились почему? Уменьшились, потому что мы в мае-июне видели несколько более высокие инфляционные индикаторы, и то замедление, которое сейчас произошло до 6,5%, по итогам августа у нас, скорее всего, инфляция тоже будет где-то в районе 6,5%, в лучшем случае 6,4%. И если мы не увидим какую-то серьезную продовольственную дефляцию в ближайший месяц, то по итогам года, по нашим оценкам, мы маловероятно увидим инфляцию по итогам года в России там ниже 6%. Вот, соответственно, это, в общем-то, довольно сильно влияет на те ожидания по процентным ставкам, и, соответственно, на весь рынок фикс-тинком, да и на валюту. Ну, то есть, с этой точки зрения это, безусловно, важно. Важно, да, и опять взаимосвязь, да, такая очевидка. Но этим тоже можно воспользоваться. Можно фьючерсы на корзину ОФЗ, особенно на дальние. Пожалуйста. Это тоже московская биржа. Это тоже московская биржа, ликвидность очень высокая, маркмейкеров куча. Все можно делать на московской биржах. Да, да, оказывается, насколько интересная, да, торговая площадка. А мы все про гастрон такого готовы. Причем там плечо-то какое? Там плечо... 1 к 30. Ну, в районе там. 25. Там есть 1 к 15, есть 1 к 20, да, есть 1 к 30. Там гарантийное обеспечение порядка, по-моему, 4%. Ну, там разные, там максимально 5 по 15-леткам, да, по 15-летним облигациям. И от 1,5, по-моему, по 2-леткам. То есть это просто, ну, сами можете понять, какое плечо, да? Пожалуйста. Можете быстро потерять деньги. Да, да, да. Да, да, да. Вы обычно говорите, можете быстро заработать, да? Обогатиться. Да. Можете быстро обогатиться. Знаете, как обычная шутка? Потеряете вы максимум 100, а заработать можете десятки тысяч процентов. Ну, да. Хорошая шутка. Давайте, 2 минутки, Дима, значит, следующая неделя, последняя неделя уходящего месяца. Ну, я уж не буду... И лето. Да, да, не буду огорчать слушателей, сам огорчаться. Лето, вот оно, пшик и нету его, все. Сентябрь месяц, осень, начало делового рабочего, да, там, как говорят, бизнес-процесса. В общем, последняя уходящая неделя, что она несет нам с точки зрения событий каких-то значимых, есть ли они на следующей неделе или нет, ну, и в принципе. Я думаю, что основное значимое событие, это все-таки сентябрьские уже заседания Федрезерван. Поэтому, в принципе, сейчас это как раз-таки заканчивается сезон затишья. Может быть, условно пониженной волатильности, хотя она отнюдь не была пониженной. Поэтому вот и все. То есть это просто последняя неделя перед заведомо началом сильных движений. Об этом говорит и просто и статистика, и, главное, техника. Особенно, если смотреть на Соединенные Штаты. Заговорил о технике. Медвежьей технике, да. Медвежьей. Сильные медвежьей дивергенции, да, по многим, по всем индексам, да, по многим индикаторам, по большинству. И при этом еще вот такие негативные ожидания того, что в сентябре уже начнется, да, уже минус 20 миллиардов будет. Конечно, это существенно в рынке, но всегда можно упасть проценты на полтора-два в день. Соответственно, у нас на это приводит гораздо больше движением, да, и, соответственно, это и формирует те как раз-таки неоднородности, неравномерности, которые могут быть на тех же ОФЗ, да, когда выходят нерезиденты. Мы помним, что было в июле, да, вроде бы ничего страшного не произошло, но в течение одной недели от 109 до 100 сходила длинная ОФЗ, да, выходили нерезиденты. Потом наполовину отросло все. Ну вот, это возможности. Я понял. Миш, на твоих, для следующей недели попытка набрать воздуху, побольше воздуха перед серьезными событиями. На следующей неделе будет много достаточно макроданных по Америке, соответственно, показателей. В том числе переоценка ОФЗа второй квартал вверх, как ожидается, данные по безработице в Европе. Ну, в общем, перечислять много. Данных, в принципе, будет приличное количество таких интересных. То есть подвигаться мы еще можем на следующей неделе еще? Да, с точки зрения тенденций, вот эта неделя, она бы вся прошла под знаком тревоги, девальвации валют, развивающихся рынков, особенно азиатского региона. В итоге я вижу, что сейчас некоторая перепроданность все-таки возникла технически на ряде товарных валют. Поэтому можем какой-то отскок увидеть. Спасибо огромное. Все время, к сожалению, закончилось. Дмитрий Александров, Михаил Гонопольский в сухом остатке. Подводили итоги. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, всего хорошего. В выходных вам отдыхайте. Спасибо.